перед тем как приступить к черенкованию роз я расскажу свои правила я не собираюсь никого учить я просто расскажу как я делаю за неделю до именно черенкования отростков роз обязательно если нет дождей пролить водой и подкормить удобрениями чтобы были фосфорно-калийное удобрение желательно конечно нарезать черенки роз когда роза цвела но у меня вот видите розы бесперерывно цветут беру черенки обязательно из старых кустов молодые я не трогаю вот они еще слабенькие поэтому и черенки будут слабые беру черенки и средней части вот ветки вот как видите вот веточки идут вот они вот основной ствол идут боковой вот он побега 1 и вот он побег 2 и вот побег 3 мы возьмем вот этот боковой побег он как раз больше 10 сантиметров что нам нужно срезать черенки нужно конечно утром лучше чем в обед чтобы солнце не палило из моей практики я говорю что боковые побеги вот эти укореняются лучше чем основные с основного ствола толщина вот такого черенка должна не меньше карандаша или ручки длина черенка должна иметь примерно 10 сантиметров и на этом черенке должно не менее 3-4 почек но я всегда стараюсь что было 4 вот она одна почка 2 3 и вот над верхом 4 что нам и нужно другая роза здесь тоже хороший пример вот он основной ствол идет и от него пошли вот побеги боковые побеги что нам и нужно для укоренения черенка вверх я обязательно срезаю под прямым углом почка должна находиться вот два сантиметра от нашего надреза делаем прямой срез вот так смотрим должно быть не меньше четырех почек вот одна почка вторая почка 3 4 вот пятая почка значит мы делаем срез ниже этой почки на 5 сантиметров значит я делаю косой надрез чтобы был 5 сантиметров вот так вот такой вот черенок если есть листочки все то их нужно обрезать очень хорошо укореняется флорибунда основной вот побег большой до флорибунда куст вот он основной вот он побег боковой хороший побег здесь почка вот и мы два сантиметра делаем прямой срез вот так делаю надрез косой вот так вот желательно конечно секатором делать меньше повреждает иногда я делаю еще вот такие надрезы вот огонь здесь косой я слегка вот так делаю надрез вот он лучше потом укореняется обязательно нужно срезать вот эти листочки нижние они не нужны абсолютно оставим только я могу или два оставить наверху можно и даже один ничего страшного нет вот такой черенок четырьмя почками и мы будем сажать и так сейчас я нарежу вот такие черенки так нарезала я 25 черенков обработала вот как видите парафином вы можете обработать парафином штрих можно как замазывают штрих корректором вот есть и пасты всевозможные можно вверх обработать чем угодно но вот у меня обработана парафином берем пачку вот такого корневина 5 грамм делать в виде раствора можно корневин и в сухом виде он рассчитан от 25 до 50 черенков у меня 25 черенков я взяла воду дождевая у меня вода беру свои черенки беру черенок вот такой окунаю водичку и прямо пакетик вот так вот окунаю свой черенок складываю пока на тарелочку вот таком вот виде и так я проделаю со всеми вот этими черенками чтобы не занимать вас время проделаем с последним и наш процесс завершён если у вас есть верминкулит еще лучше но у меня на даче нет верминкулита я нашла у себя вот такой вот стружки крупной вот такой мне она пойдет я высыпаю сосуд вот так вот видите да сосуд слегка смачиваю водой этой же дождевой вот немножко увлажняю но не сильно чтобы не не были мокро именно увлажняю вот как видите они такие влажные стали они еще набухнут и будут даже очень хорошо беру вот эти веточки своей череночки и аккуратненько каждый туда осторожно чтобы не стрясти именно вот этот корневин я его просто вот так вот смотрите так вот я просто его опускаю беру и вот так вот его на стружечку кладу аккуратненько и так я проделаю сейчас со всеми этими черенками вот так вот они будут располагаться как видите и не в воде они находятся а как бы в этой вот а верминкулить может даже еще будут и лучше у меня есть такой вот колпак для цветов для всего назначен берем этот сосуд накрываем сверху вот так вот так он будет накрытой наши черенки через несколько дней мы вернемся и посмотрим как они чувствуются черенки и можно ли их высаживать прошло у нас три дня достаточно посмотреть на наши черенки мы сейчас раскроем смотрите мы сейчас достанем несколько штук и посмотрим готовы они уже для укоренения или нет почку вот они живые почки вот одна почка вторая третья и там набухает четвертая вот этот черенок он готов посадки посмотрим сейчас еще вытащим любой какой не колючий мне достать вытащу несколько штук чтобы вот смотрите какие это уже явно этот черенок прекрасно и он укоренится без проблем почему потому что пустил сразу же с почки видите вот они вот эти какие за три дня пустил от росточки он уже готов и нужно его сажать вот это вот оборвать черноту это не нужно они вот видите пойдут уже в рост без проблем перед посадкой черенков вот это вот полностью грядка меня была скопана немножко я внесла кровяка 1 10 пролила и пролила марганцовкой потому что здесь были цветы я их убрала чтобы никаких не было болезней для наших черенков редкие вот эти все я прошла залой вот как видите эти дочки сейчас начнем садить перед тем как не садить черенки в кого есть цирком у меня его нету можно обрезать сами вот эти черенки вот или же пролить рядочки если корневин смылся можно еще раз обмакнуть но у нас вот достаточно его можно садить сажаю я плашня как я уже показала меня в одном ролике есть вот смотрите вот так вот у меня немножко утопаю вот так вот две почки наверху 2 внизу вот они и прикрываю с севера на юг вот две почки у нас наверху 2 внизу и прикрываем так и так мы сейчас пройдем и посадим все черенки вот смотрите вот они как бы лежат как бы на подушке вот они эти состояние дорожки и как бы на подушке с севера на юг посажены и теперь когда они будут расти и набирать силу корневую здесь они будут потихонечку вот так вот подниматься и станут а то полный рост корневая система к солнышку так поднимется черенок накрываю бутылками вот так вот посажены у нас черенки и укрытые пластиковыми бутылками они будут накрыты до самой весны потом я осенью когда уже наступ глубокая осень возьмем листву из под яблони груш накроем их и лутрасилом накроем и они так будут сохраняться до самой весны мы немножечко так слегка прольем